Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкале на канале 360 Ангарск. С вами Ольга Волошина. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите, что происходит у наших соседей по СФО. Огонь уничтожает населенные пункты, дачные поселки. Воспомните трагедию в Кемеровской области. Люди остались без крова. Миллиардные убытки для страны, бесценные человеческие жизни. Сомнений о повышении штрафов дальше неуместны. Размер штрафа должен стать сдерживающим. Санкция должна стать более карательной, ощутимой для кармана нарушителя. Продолжается расследование в отношении молодого человека, который угнал авто. Вечером в минувший четверг автоинспекторы заметили Тойоту, которая, по информации дежурной части, была похищена накануне ночью. Инспекторы пытались остановить иномарку, но водитель проигнорировал требования правоохранителей. После погони водителя задержали. Им оказался 23-летний житель поселка Шароны, не имеющий прав и находящийся с явными признаками опьянения. Выяснилось, он решил покататься на иномарке родственников, но им об этом ничего не сказал, пока автомобиль помещен на арест площадку. Обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах введут в Приангаре с 20 мая. Об этом напомнили чиновники. А потому из областного бюджета на закупку этих индивидуальных средств защиты выделено 50 миллионов рублей. Маски бесплатно раздадут социально незащищенным гражданам, пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным и инвалидам. Также деньги пойдут на поддержку местных производителей. Мы будем привлекать здесь наши организации швейные. Это тоже будет параллельно и помощь нашим производителям. Ну и соответственно будем покупать маски у них по мере возможности их изготовления и также будем по этой же схеме распределять по муниципальному образованию. Товаропроизводители при Байкале присоединяются к социальному проекту «Цена зафиксирована». Напомним, он стартовал в апреле. Стоимость некоторых продовольственных товаров, которые продают в том числе в Ангарске, не изменится в течение лета. Товаропроизводители, имеющие фирменные сети в разных городах Иркутской области, зафиксировали стоимость некоторых продуктов питания. И как ожидает власть, количество участников проекта увеличится. По крайней мере, такое поручение получили руководители муниципалитетов. Ранее 11 компаний выразили готовность зафиксировать оптово-отпускные цены на собственную продукцию. Социальный проект исполняет торговые сети в более 450 торговых объектах в 14 городах и районах. Изначально в ней было задействовано 11 производителей и 5 крупных торговых сетей Иркутской области. При начале акции было задействовано порядка 300 объектов в 14 муниципальных образованиях. На сегодня к нам присоединился еще один производитель мясопродуктов местный. И количество объектов, участвовавших в этой акции, увеличилось до 450. Также отмечено, в связи со снятием ряда ограничений, возобновлена работа многих торговых объектов. Но важно, чтобы в этих организациях соблюдали санитарные меры. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Более 460 укусов клеща зафиксировано в Ангарском городском округе с марта текущего года. Из них в 103 случаях жертвами кровососущих паразитов стали дети. Специалисты отмечают, что в территории стало больше обращений, нежели в 2019-м. В каких районах горожан чаще всего атакуют клещи – в следующем сюжете. Первый укус в текущем году был зафиксирован 30 марта. Из 462 случаев выявлено 3 положительных результата на клещевой энцефалит и 10 на барлиоз. Для сравнения, в 2019 году из 283 только четверых ангарчан атаковали клещи с энцефалитом. По словам медиков, самые частые места, где граждане становятся жертвами паразитов в Ангарском городском округе – это Саватеевка, кладбище Березовая роща, ЛБК и лодочная станция. Нередко привозят клещи из Байкала и острова Ясачный. Доставить насекомое на исследование нужно как можно быстрее, так как профилактические мероприятия при положительном результате проводят не позднее трех суток. Ангелина Борисова, Новости, 360 Ангарск. Более 50 километров барьерного ограждения появятся на федеральных магистралях Иркутской области до конца текущего года. Кроме того, в планах дорожников установка почти 700 знаков, в том числе пешеходный переход на столбах с дублированием над проезжей частью. Оборудуют 400 светофорных объекта. Аварийно-опасные участки, выявленные по итогам анализа в 2019-м, снабдят недостающими опорами электроосвещения. Также в регионе установят 9 комплексов фото-видео фиксации в дополнение к 18 существующим. Чем ближе лето, тем больше жители Прибайкалья задумываются об отпуске и о том, где его провести. Правда, в этом году привычные для кого-то поездки за рубеж, скорее всего, не состоятся. Но грустить из-за этого явно не стоит. Следующий материал о непопулярных, но уникальных достопримечательностях Иркутской области. Кажется, что эти кадры сделаны где-то вдали от города. Здесь неистоптанная земля, трава по колено, множество кустарников и множество пернатых. Все это заказник птичья гавань. Правда, находится он не в пригороде, а в Ленинском районе Иркутска. В этих местах живут 210 видов птиц. 35 из них включены в Красные книги России Прибайкалья. В их числе длиннопалый песочник, серый журавль, красавка и другие. Для области это одно из редких мест, где на малой площади можно встретить только птиц. Но вот еще очень интересное место – это самая южная конечность Култука, между Култуком и Слюдянкой. В чем еще ценность водно-болотного комплекса в Иркутске, так мы чаще называем Нолинские болота или Нолинские озера. Это то, что это все находится прямо в черте города. То есть люди, желающие посмотреть на птицу 10 минут на общественном транспорте, и вы видите вокруг себя и чаек, и различных водоплавающих, и хищных птиц, и эндосов, даже. И это далеко не единственный пример, который доказывает, что за удивительными явлениями далеко ехать не нужно. Например, в Качугском районе есть уникальный археологический памятник, состоящий из наскальных рисунков. Их сделали люди, которые жили в Новокаменном веке. Это более 9,5 тысяч лет до нашей эры. Правда, из двух тысяч изображений осталось лишь треть. Но от этого они не менее ценны. Много наскальных рисунков древнего человека. Там можно видеть животных, лосей, оленей, других животных, с которыми человек сталкивался. И сами люди изображены. К сожалению, очень сильно писаница страдает от диких туристов, которые ее часто портят. Вообще берега Байкала – это геологический музей под открытым небом. Там много образований, относящихся к разным эрам, периодам. Иркутская область действительно полна уникальных мест. Возле реки Ринга, Лена, Улика, например, есть минеральные соляные источники, в которых водятся раковинные амебы. Они обитают только в морях. К тому же солнечных дней на Байкале так же много, как на Черноморском побережье. Это связано с тем, что горы, которые окружают озеро, не пропускают облака. С тем, что малоизвестных достопримечательностей в Иркутской области много, соглашается и опытный турпроводник Анастасия Емельянова. Люди очень страдают, что они не могут посмотреть на какие-то скандинавские побережья, например. Но я знаю такое скандинавское побережье. Любимый мыс у юга, он находится чуть дальше Сармы. И там на самом деле полноценные норвежские и скандинавские пейзажи. Также, на мой взгляд, недооцененными являются Тажиранские степи. Туда очень часто возят группы туристов, китайских, иностранных или просто тех, кто приехал из Москвы. А наши местные почему-то думают, что там довольно скучно. А еще в Тажиранских степях есть знаменитая гора Йорт и река Анга, которая впадает в Байкал. Словом, чудес хватает в местах, где, казалось, мы были не один раз. И, пожалуй, закрытые из-за пандемии границы лучшее время, чтобы изучить свой родной, но всегда удивляющий край. Альберт Домнин при содействии НТС. Новости 360 Ангарск. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также, напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. А на сайте ангарск360.ру, кроме наших новостей, найдете телепрограмму и много другой полезной информации. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды. Не только для ангарчан, но и жителей других городов при Байкале. Здравствуйте! Это погода на канале 360 Ангарск. Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 16 мая солнечно. В обед температура воздуха составит около 10 градусов. В темное время ожидается не выше плюс 4. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. В Листвянке в субботу синоптики осадков не прогнозируют, но днем воздух прогреется до 9 градусов. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 2. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Микрокредитная компания Плесков». Круглосуточный сервис онлайн займов на сайте www.pleskov.ru Одобрение 99% заявок. Получение займов не выходя из дома. www.pleskov.ru Срочно нужны деньги? Не выходя из дома? Получите займ на свою панковскую карту прямо сейчас. Подайте заявку на сайте www.pleskov.ru Заполните банкету и решение за 3 минуты. www.pleskov.ru Круглосуточный сервис онлайн займов. Улучшим вашу кредитную историю. www.pleskov.ru Работаем по всей России. А теперь о погоде в Ангарске.